Если вы хотите полюбить себя, идите примите ванну, идите накупите себе какие-нибудь вещей или съешьте пирожные. Милые мои, покупки, вещи, пирожные и ванна это не потребности. Как полюбить себя? Очень общий вопрос и очень часто задаваемый. Для того, чтобы полюбить себя, нужно ответить на вопрос, кто такой я и что такое полюбить. Я. Начнем с простого. Психология, собственно, занимается этим. Я это некая личность, у которой есть определенные желания и потребности. То есть у каждого индивидуума есть потребности. Предположим, кошка любит вкусняшки. У нас две кошки, они любят вкусняшки. Есть потребности, когда кошек надо кормить для того, чтобы они росли здоровыми и шерсть у них была шелковистая, и как они, нормально. Это их потребности. А вот вкусняшки это их желание. У человека тоже есть потребности и желания. Например, у нас есть потребности на четырех уровнях. На физическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном. На физическом уровне высыпаться, есть вкусную и здоровую пищу, находиться в безопасности. В эмоциональном плане у нас потребность любить кого-то. То есть если даже рядом кто-то должен, кого вы должны любить. Мама, папа, близкий человек, друг, кошка, собака. Это потребность любить. Если у вас некого любить, вот вы никого, кого-то не любите вы, у вас есть проблема, это значит потребность не реализована. Любить, быть любимым, проявлять свободные эмоции. На интеллектуальном, в интеллектуальной сфере есть потребности получать новые знания, передавать, делиться новыми знаниями. Есть и духовные потребности. Так вот, вот совокупность вот этих потребностей, желаний есть личность. Если вы о своих потребностях конкретно не знаете, то есть вы не знаете себя. Поэтому для начала, чтобы понять, как полюбить себя, вы должны понять, кто вы такая. То есть какие у вас есть потребности. Например, я человек, который люблю читать. Для меня удовлетворение потребности получать новые знания очень важно. Я делюсь, для меня важна потребность делиться знанием. Если я что-то прочитал и хожу в себе, эту мысль, как бы эти идеи ношу в себе, то мне становится некомфортно. Мне нужно кому-то рассказать, нужно кому-то, как говорится, присесть на уши, да, или просто поделиться. Без этого я чувствую себя в дискомфорте. Поэтому вам нужно хорошо изучить. У меня есть специальный курс, который называется «Для женщин», который называется «Женская самооценка». И на этом курсе, на самом первых уроках, я даю такую специальную таблицу, специальный урок, как понять, какие у вас есть потребности и желания для того, чтобы понять себя, кто я такая. Итак, чтобы полюбить себя, сначала нужно понять, кто я такая. Не в общем, не в целом, я женщина или мать. Возможно, у вас вы играете какие-то роли, и эти роли не вполне соответствуют вашим желаниям. То есть, для начала нужно понять, кто такая, какие потребности есть. Ну, у меня есть там таблица, примеры с примерами. Ну, предположим, кому-то важно, у кого-то есть потребность иметь собственный дом. Вот я знаю, что у женщин часто потребность такая, иметь собственный угол, чтобы своя была квартира, чтобы ее обставить. У многих мужчин такой потребности нет. Например, я, у меня нет потребности вот в таком каком-то постоянном месте жительства, я могу спокойно переезжать, снимать квартиры в Германии, в Австрии, не знаю, где угодно, в России. Вот моей жены есть потребность. Она говорит, я хочу, чтобы у нас была квартира, своя, чтобы мы туда вернулись, чтобы там мои вещи лежали. Понимаете? Поставьте плюсики, у кого, у женщин есть такие же потребности, чтобы была своя квартирка. Ну, у многих мужчин такой потребности нет. Поэтому вам нужно изучить ваши потребности. И первое, это мы поняли, что такое я, то есть любить, полюбить себя. А второе, что такое полюбить. Любовь это глагол, да, ну, конечно, существительное, но любовь это активное действие. И любовь это действие по удовлетворению потребности. Ну, вот смотрите, как мы определяем, что мы кошку любим? Вот кошка любит, то есть у нее есть потребность это гулять, и у нее есть потребность, чтобы ее ласкали, у нее есть потребность, чтобы она ела пищу, которую обычно кошки любят. Там какой-то корм, рыбу, там, не знаю, сырое мясо, что там, да, это вот ее потребность. Если мы ее кормим зерном кошку, ну, хорошим отборным зерном, или хлебом, или даем ей, например, ну, что мы кошкам можем не давать? Мы даем яблоки. Например, я вегетарианец, и я считаю, что нужно, ну, я люблю лично морковку, зелень, и кошку кормлю зеленью и морковкой, да, то, что нужно мне. Люблю я кошку? Ну, скорее всего, нет. Кошка моя будет голодать, кошка будет ненавидеть меня тихо, да, сначала, а потом и громко. Поэтому любовь – это действие по удовлетворению потребностей и желаний другого живого существа. Очень просто понять, да, что такое любить. Если вам нравится, ну, как бы, вот вы женщина, да, что женщине важно на эмоциональном уровне, обеспечить безопасность, причем эта безопасность не должна быть на физическом уровне, она должна быть на эмоциональном уровне. То есть женщина должна чувствовать себя в безопасности. Не просто, там, крепкие стены, железная дверь китайского производства, а чувствовать себя в эмоциональном безопасности. А если мужчина, например, приходит, орет, или он скрывает зарплату, или закрывает свой, как бы, телефон и не показывает, там, у него пароль, то все это, все это поведение создает ощущение небезопасности, нестабильности. Поэтому женщина не чувствует себя в состоянии защищенности. А если она не чувствует себя в состоянии защищенности, то тогда ее потребность не реализована, она не удовлетворена. И тогда мы делаем вывод, что если мужчина не удовлетворяет эмоциональную потребность женщин, то что он не любит. Вот о чем женщина и говорит, он мне не делает, у меня есть, женщина говорит, у меня есть потребность получать комплименты. Мужчина не говорит комплименты, значит что? Не любит, да? Вот, конечно, у нас есть такие капризы, то есть мы хотим, чтобы каждый вечер у нас был букет цветов, чтобы мы каждую неделю ездили на Мальдивы, чтобы мужчина носил меня на руках, чтобы он мало работал, но много зарабатывал, ну вот все такое, знаете, вот был таким слугой. Ну вот, то есть любить, это означает удовлетворять потребности. А теперь все применяем то же самое к себе. Теперь кто такой я, вы поняли, да? Это индивидуальность, у которого есть свои индивидуальные потребности на четырех уровнях. А полюбить, это значит удовлетворять свои собственные потребности. То есть, не прихоти, не прихоти, потребности в первую очередь. Например, часто я слышу советы от непрофессиональных психологов, ну и такие, скажем, назовем их кухонные психологи. Кто сидит на кухне, почитал какие-то книжки или что-то подумал, кухонный психолог. Вот он сидит и начинает раздавать, ну вот советы. Если вы хотите полюбить себя, идите примите ванну, идите совершите покупки, накупите себе какие-нибудь вещей. Или съешьте пирожные, милые мои. Покупки, вещи, пирожные и ванна, это не потребности. Не потребности. А потребности какие? Быть любимой, любить. Это означает, нужно завести друзей, подруг, настоящих. Которых вы будете любить и которые будут любить вас. Понимаете? Вот это, вместо тысячи пирожен. Сложнее это? Ну конечно сложнее. Но в этом и будет настоящая любовь. Любовь будет даже к себе, даже тогда, когда это не очень приятно. Например, физической потребностью является ощущение здоровья. А бывает вы по ночам не спите, до трех часов смотрите инстаграм. И вроде как кажется, что мне нравится смотреть инстаграм, я буду смотреть инстаграм. Но это не любовь к себе. Любовь к себе это когда вы в 10 часов выключите телефон и ляжете спать. А потом выспитесь 8 часов и будете хорошо себя чувствовать. Вот это любовь к себе. Понимаете? Вот так. Поэтому любовь это удовлетворение понимания потребностей своих, какого-то другого человека, как прочее, другого живого существа и удовлетворение этих потребностей. Ну и немножко желания. То есть желание это чуть больше, чем потребность. Например, потребность это съесть богатую белками, углеводными, жирами пищу. А как бы такая прихоть это чтобы это еще было в красивом ресторане, под хорошую музыку, под бокальчик хорошего вина. Вот вино это прихоть, а поесть это потребность. Понимаете в чем разница? Вот. Окей. Продолжение следует.